Глава седьмая Иногда человек не может назвать точное время и место своего обращения ко Христу или вспомнить все предшествующие этому обстоятельства. Но это не значит, что он остается еще не обращенным. Христос сказал Никодиму, «Дух дышит, по другому переводу ветер дует, где хочет, и голос его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от Духа. Влияние Духа Божьего на человеческое сердце подобно дуновению ветра. Мы не видим ветер, но ощущаем его присутствие. Возрождающая сила, невидимая человеческим глазом, дает начало новой жизни. Она творит нового человека по образу Бога. Дух Святой действует тихо и незаметно, но плоды его работы очевидны. Если сердце человека обновлено Духом Божьим, это обязательно проявится в жизни. Мы ничего не можем сделать сами, чтобы изменить себя или прийти в согласие с Богом. Да мы и не должны полагаться на себя или свои добрые дела. Но если благодать Божья совершает свое действие в нас, то это не останется сокрытым. В нашем характере, в наших привычках и занятиях произойдут заметные изменения. Люди будут видеть разительный контраст между прежней и новой жизнью. Характер человека открывается не в случайных, добрых или злых делах, а в том, что он обычно говорит и делает в общей направленности его жизни. Поведение человека может быть внешне благопристойным и безобновляющей силы Христа. Это факт. Желание оказывать влияние на окружающих и пользоваться всеобщим уважением может заставить нас вести себя порядочно. Чувство собственного достоинства помогает удерживаться от злых дел. Эгоистичный человек способен совершать благородные поступки. Как же тогда определить, находимся ли мы на стороне добра или зла? Кому принадлежит наше сердце? Кто владеет нашими помыслами? О ком мы любим говорить? Кому посвящены самые нежные чувства? Кому отдаем наши силы? Если мы Христовы, то нам приятнее всего думать о Нем. Мы отдаем Ему самих себя и все, что имеем. Мы полны желания отражать Его образ, исполняться Его Духа, творить Его волю и угождать Ему во всем. Каждый, кто стал новым творением во Христе Иисусе, принесет в своей жизни плоды Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Такие люди больше не будут уступать прежним похотям. Но верой в Сына Божьего станут следовать по Его стопам, отражая Его характер и очищая себя, чтобы быть чистыми, как Он. Им будет нравиться то, что они раньше ненавидели, а то, что прежде любили, возненавидят. Гордые и самоуверенные станут кроткими и смиренными сердцем. Суетившиеся и надменные — серьезными и скромными. Пьяницы станут трезвенниками, развратные — целомудренными. Мирские обычаи и вкусы будут отвергнуты. Христиан привлечет ненарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого Духа. Покаяние нельзя считать искренним, если за ним не следует исправление. Когда же грешник возвратил взятые в залог, вернул украденное, исповедал грехи, начал любить Бога и ближних, он может быть уверен в том, что перешел из смерти в жизнь. Когда мы приходим ко Христу, сознавая свои заблуждения и грехи, и приобщаемся к Его прощающей благодати, наше сердце наполняется любовью. Никакое бремя не будет казаться тяжким, потому что иго, налагаемое Христом, легко. Обязанности становятся радостью, а жертвенное служение – удовольствием. Путь, прежде окутанный тьмой, озаряется лучами солнца праведности. Красота характера Христова будет видна в Его последователях. Иисус с радостью исполнял волю Божью. Он был движим любовью к Богу и горячим желанием прославить Его. Любовь придавала всем Его поступкам особое благородство и привлекательность. Любовь исходит от Бога. Она не может зародиться в непосвященном сердце. Она живет только там, где царствует Иисус. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. В сердце, обновленном Божественной благодатью, любовь является движущей силой. Она меняет характер, управляет побуждениями, удерживает страсти, усмиряет вражду и облагораживает чувства. Эта любовь, живущая в сердце, делает человека счастливым и оказывает облагораживающее влияние на окружающих. Существует две опасности, которых дети Божьи, и особенно те, кто только начал доверяться Его благодати, должны остерегаться. Во-первых, как уже было сказано выше, не следует думать, что согласие с Богом можно достичь посредством своих дел. Пытающиеся достичь святости через соблюдение закона своими силами обрекают себя на неудачу. Все, что человек делает без Христа, осквернено эгоизмом и грехом. Только благодать Христа, получаемая через веру, может сделать нас святыми. Не менее серьезно заблуждение, будто вера во Христа освобождает человека от необходимости соблюдать закон Божий, и что, поскольку мы становимся причастниками благодати Христовой только по вере, наши дела не имеют никакого отношения к нашему искуплению. Однако обратите внимание на то, что послушание – это не просто формальное исполнение требований, а служение, совершаемое по любви. Закон Бога является выражением его божественной природы. Он есть воплощение великого принципа любви, поэтому лежит в основании божественного правления на небе и на земле. Если в вас есть подобие Божье, если в нашей душе пребывает божественная любовь, то разве для нас не будет естественным исполнять закон Божий? Когда любовь владеет сердцем человека, когда он обновлен по образу Бога, создавшего его, над ним исполняется обетование Нового Завета. «Вложу законы мои в сердце их, и в мыслях их напишу их». А если закон написан в сердце, то разве это не окажет влияние на жизнь? Послушание и служение, совершенное по любви, есть верный признак принадлежности Христу. В Писании сказано, «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». Кто говорит, «Я опознал Его», но заповеди Его не соблюдают, тот лжец, и нет в нем истины. Вера не освобождает человека от послушания. Она приобщает нас к благодати Христа, которая дает нам силу для послушания. Мы не заслуживаем спасения своим послушанием. Бог дает спасение даром, и оно принимается верой. Послушание есть плод веры. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает, всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Таким образом испытывается наша вера. Если мы пребываем во Христе, если любовь Божья живет в нас, наши чувства, мысли, намерения и поступки будут в согласии с волей Бога, выраженной в Его святом законе. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Мирилом праведности является святой Божий закон, состоящий из десяти заповедей, данных на Синае. Так называемая вера во Христа, которая освобождает человека от необходимости повиноваться Богу, не есть вера, но самонадеянность. Благодатью вы спасены через веру, но вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Иисус сказал о Себе еще до того, как пришел на землю, «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». А несадолго до Своего вознесения на небо Он объявил, «Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». В Писании сказано, «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Потому что и Христос пострадал, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Условие получения вечной жизни остается таким же, каким оно было всегда и каким оно было в раю до грехопадений наших прародителей. Это полное послушание закону Божьему, совершенная праведность. Если бы вечная жизнь была предложена на каком-либо меньшем условии, это угрожало бы благополучию всей Вселенной. Возникла бы вероятность увековечения греха, несущего с собой нескончаемые беды и страдания. До грехопадения Адам мог через послушание закону Божьему достигать все большей зрелости в праведности характера, развивать праведный характер. Но Он не пошел по этому пути. Из-за Его греха мы наследуем падшую греховную природу и не можем сами себя сделать праведными. По своей греховности и порочности мы не в силах в совершенстве исполнять святой закон. У нас нет своей праведности, которая могла бы удовлетворить требования закона Божьего. Но Христос открыл нам путь ко спасению. Он жил на земле среди таких же испытаний и искушений, с какими встречаемся и мы. Однако, Его жизнь была безгрешной. Он умер за нас, и сегодня Он желает освободить нас от грехов и дать свою праведность. Если вы отдаете себя Ему и принимаете Его как своего Спасителя, тогда, несмотря на все свои грехи, считаетесь праведными благодаря Его заслугам и приобретаете характер Христа. Бог принимает вас так, как будто вы никогда не грешили. Более того, Христос изменяет сердце. Он вселяется в ваше сердце, так как вы доверились Ему. Вам необходимо через веру поддерживать эту связь со Христом и постоянно подчинять Ему свою волю. Если будете пребывать в этом состоянии, Он произведет в вас и хотение, и действие по Своему благоволению. Поэтому вы можете сказать, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего Меня и предавшего себя за Меня. Иисус сказал Своим ученикам, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. И тогда, со Христом, действующим в вас, вы будете способны проявлять тот же самый Дух и творить добрые дела, дела праведности и послушания. Итак, в нас самих нет ничего, чем можно было бы хвалиться. Нет ни малейшего основания для самовозвышения. Единственная надежда – это вменяемая нам праведность Христа и та праведность, которая есть результат действия Его Духа в нас и через нас. Рассуждая о вере, необходимо иметь в виду следующее. Принимать неоспоримые факты еще не значит проявлять настоящую веру. Существование всемогущего Бога, истинность Его Слова – это факты, которые не может всерьез оспаривать и отрицать даже сатана и его воинство. Библия говорит, «И бесы веруют и трепещут». Но это не та вера, которой ожидает от нас Бог. Истинная вера проявляет себя в делах любви и очищает душу. Это не только признание Слова Божьего, но и подчинение Ему своей воле, полная самоотдача покорившегося и привязавшегося к Нему сердца. Такая вера обновляет человека и приводит к восстановлению в нем образа Божьего. До этого человек не повиновался, да и не мог повиноваться закону Божьему. Теперь же его радуют святые заповеди, и он восклицает вместе с псалмопевцем, «Как люблю я закон твой! Весь день размышляю о нем!» Теперь праведные требования закона исполняются в нас, живущих не по плоти, а по духу. Есть те, кто познал всепрощающую любовь Христа и всем сердцем желает быть сыном или дочерью Бога. Однако они видят свое несовершенство, свои недостатки и поэтому склонны усомниться в том, что их сердца обновлены Духом Святым. Таковым я хочу сказать. Не впадайте в отчаяние. Нам еще не раз придется повергаться к ногам Христа и оплакивать свои промахи и ошибки. Но мы не должны падать Духом. Даже если враг побеждает, мы не оставлены и не отвергнуты Богом. Нет, Христос находится пред лицом Господа, чтобы ходатайствовать за нас? Иоанн, возлюбленный ученик, говорил, «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай перед Отцом, Иисуса Христа, праведника». И не забывайте слов Христа. Сам Отец любит вас. Он хочет восстановить в вас свой образ, чтобы в вас отразилась Его чистота и святость. И если только вы покоритесь Ему, начавший в вас доброе дело будет совершать Его до дня явления Иисуса Христа. Ревностно молитесь, утверждайтесь в вере. Разочаровавшись в своих силах, доверимся силе нашего Искупителя и будем славить Его, Целителя, душ наших. Чем ближе вы ко Христу, тем больше недостатков увидите в своем характере, ибо духовное зрение обостряется. В сравнении с Его совершенством ваши слабости видны более отчетливо. И это говорит о том, что обольщение сатаны потеряли над вами власть, что животворное влияние Духа Божьего пробуждает вас. В человеке, не сознающем своей греховности, не может пребывать глубокая любовь ко Христу. Сердце, преобразованное благодатью Христа, всегда будет восхищаться Его божественным характером. Но если мы не видим своей нравственной ущербности, то это, вне всякого сомнения, свидетельствует о том, что мы еще не познали красоту и совершенство Христового характера. Чем менее мы склонны гордиться и превозносить себя, тем более ценим неописуемую чистоту и привлекательность нашего Спасителя. Сознание своей греховности побуждает нас идти к тому, кто всегда может простить. Когда душа, чувствующая свою беспомощность, ищет Христа, он открывается ей в своем могуществе. Чем сильнее мы сознаем свою нужду в нем и в Слове Божьем, тем более возвышенные представления мы будем иметь о его характере и тем полнее будем отражать его образ.